Здравствуйте! Это выпуск новостей 26 региона. С вами Полина Горина. Сегодня в программе. Производство по всем правилам. Каспийский трубопроводный консорциум провел в Ставрополе День безопасности труда. С песнями, танцами и экскурсией по индустриальному парку отметили Международный День безопасности труда сотрудники Каспийского трубопроводного консорциума. Под крышей «Скипмастер» мероприятие собрало руководителей КТК, нефтепроводчиков со всей России, а продемонстрировать всю промышленную мощь Ставрополя приехал губернатор края. Подробности в следующем сюжете. Первый танкер Каспийского трубопроводного консорциума наполнили нефтью еще в 2001 году. За прошедшие 16 лет в компании сложились свои корпоративные правила и традиции, особенно в сфере обеспечения безопасности труда. Сегодня нормы, предписанные рабочим, прочно укоренились в каждодневной практике и стали основой производственной культуры в филиалах компании по всей России. День безопасности сотрудники компании отмечают уже шестой раз, и в этом году мероприятие было решено провести в Ставрополе. «Это у нас уже шестой день безопасности, теперь уже в рамках основной деятельности, не в рамках проекта расширения, это большой проект у нас, вы знаете, строительный был, мы его заканчиваем в Ставропольском крае, вот завтра мы запускаем МПС-5, тем самым в Ставропольском крае заканчиваем проект расширения, и уже переходит система в разряд просто стабильной эксплуатации. Запуск МПС-5 позволит здесь, в этом регионе, на этом участке увеличить до 10 миллионов тонн в год пропускную способность трубопровода». С приходом компании на Ставрополье у региона появился новый надежный партнер как в социальной, так и в экономической сферах. Всего за годы сотрудничества КТК инвестировал в развитие края более 600 миллионов рублей. «За истекшие 7 месяцев этого года в Ставрополье в краевой бюджет мы выплатили порядка 700 миллионов рублей налогов. В этом году у нас запланировано чуть более 118 миллионов удовлетворительных программ, это и поставка техники, и транспорта, ну и определенные еще. Завтра мы с Владимиром Владимировичем будем закладывать первый камень в поликлинику, и в регионе появится еще одна поликлиника, новая полностью оборудована». Губернатор отметил, что в процессе производства важно обращать внимание на охрану труда и положительно оценил опыт КТК в этой сфере. В Краевом Минпроме также работают над повышением уровня безопасности рабочего процесса и пристально следят за исполнением сотрудниками и руководством всех компаний, расположенных на территории Ставрополя, различных нормативов и правил. «У нас сегодня день безопасности, сегодня у нас одного из основных, одного из надежных партнеров, большой корпоративный день. Наверное, даже я не побоюсь этого слова, Николай Николаевич, это праздник. Сегодня собрались люди, которые объединены одной целью – сделать безопаснее производство. Мы, к сожалению, в этом году имели прецедент в нашем сельском хозяйстве, к сожалению, даже связанном с гибелью человека. Я думаю, что корпоративная этика, корпоративные задачи, которые сегодня Николай Николаевич поставил перед Каспийским трудовым консорциумом, тот уровень, который взял на себя, мы тоже такие дни безопасности делаем для нашего сельского хозяйства. Я уверен, это будет совершенно правильный и подход творчески правильный, и результат, главное, единый. Мы боремся за здоровье человека, мы боремся за его жизнь».